Более 60 лет назад бывшая учительница математики Мирия Московиц уже стояла на ступенях этого здания Федерального суда Нью-Йорка. Тогда её обвинили в лжесвидетельствовании в процессе о шпионаже во времена Холодной войны. Московиц заявляет, что стала жертвой охоты на ведьм эпохи макартизма и намерена обжаловать обвинение. «Я надеюсь, что федеральный судья признает обвинение недействительным. Это, скорее всего, потребует нового судебного процесса, но он невозможен, потому что все свидетели уже умерли. Так что я, по сути, буду не осуждена, что бы это ни значило. Но я не буду осужденной преступницей». Московиц работала секретаршей инженера-химика Абраама или Эйба Бротмана. В 1950-м её начальника и любовника обвинили в шпионаже в пользу Советского Союза. Она выступила свидетелем по делу. Её показания сочли ложными и поместили в тюрьму на два года. После появления новой информации о недостоверных показаниях одного из основных свидетелей того слушания, Московиц подала ходатайство в тот же суд. Случай с Московицей Бротманом стал прецедентом для громкого процесса Розенбергов о разглашении ядерных секретов США. «Не было никаких доказательств того, что я или мой подельник занимались шпионажем или имели к нему хоть малейшие отношения. Но заголовки превосходили себя. Это было сумасшествие, говорит Московиц. Нас объявили шпионами из круга Розенбергов. Это было время истерии, и те заголовки не оставили равнодушными ни одного разумного человека». Московиц вернётся на слушание в суд Нью-Йорка в ноябре.